Продолжение следует... ...чью жизнь и судьбу 18 лет сломали, так как его предало самое дорогое и близкое существо в этой жизни. По-настоящему. Попросите, чтобы он зарыдал и раз и навсегда его отпустило это. Вот он рядом с вами. Жива все-таки для вас дочь. Зиновий Николаевич, сейчас внучка появится. Да я давно уже чекаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Здрасте. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Нет? Ну, а и четыре низи. Лучше? Ага. А что ты тросаешься? Холодно? Нет. Нет? Нет. А боишься, деда? Лисый, страшный, безумный. Сейчас с костелями. Тебе ты не будешь. Ай, милочка. Да. Ну, ты ей писала, будто бы с тобой плохо обращаются. Так. Это правда? Да. Кто тебе? Да. Здравляю. И мама, и отчим дедки Колыпьяный. А мама пьет? И так. Хибо это бы Вовка бьет? Не поняла. Этого ребенка бьют? Да. Колыпьяный бьет. Так, ребята. Вы не знали, что вы ее бьете? Или что вы пьете? Нет, я не знала, что ее отчим бьет. То есть то, что вы ее бьете, вы об этом знаете, а то, что отчим ее бьет? Я знаю, этого не скрываю. И все. И вы бьете? Бью так. Это же означает, что я ее беру в кастрюлю и бью ее до посинения. А чем вы ее бьете? Я могу подсрачник дать, я могу подзатильник дать, я могу ляпаться. Разбила голову один раз. Кто разбил голову? Мама. Мама? Как разбила голову? Ремнем. Чем? Ремнем голову разбила? С железными. Вы, Оксана, помните, да, эту историю? Ну, не сказать ничего. Скажи, а плохо обращаются только с тобой или с твоими младшими братьями? И с меньшими тоже. На меньшего братика Богдана, на среднего, 5 лет. Она была, точно не помню, когда тоже разбила голову за то, что он поломал новую машинку. Что? Зиновий Николаевич. Что вы хотите? Ну, хочешь ударить, то ударь. Хорошо. Что еще? Скажи, Натя, это правда, что все заботы у своих младших детях мама переложила на тебя? Да, я каждый день с ними гуляю. Ну… А мама что в это время делает? Спит? Не, он играет либо за компьютером, либо за планшетом. Ха-ха. Не, раньше играла за планшетом, потому что у него не было компьютера. А зараза… Оксана, какие ваши любимые игры? Толина сладостей. Что-что? Три в ряд. Три в ряд? Ты почему сегодня на программе? Чтобы рассказать, пожаловаться на маму или ты хочешь чего-то другого? Потому что мне это все набрыдло и мне набрыдло отчим. Так. Что отчим пристает? Так. Как часто? Еще дня. Каждый день? Так. А как пристает? Что это значит? Объясни это. Слухай. Как это происходит? Слухай. Ты живешь, спишь с ним? Или нет? Нет. Что ты мэлыш, Надя? Надя? Что? А для чего ты это мэлыш? Тебе… Деду! Не треба! Пусти! Деду! Деду, пусти! Деду! Деду! Юля, она тебе говорила об этом по телефону? Я выйду. Я выйду. Я выйду. Я выйду. Я из-за духа. Нет, нет, Зиновий. Здесь… Я из-за духа, ***. А… Оксана… А… Да можешь и не задавать вопрос, она скажет, что она этого не знала. Тварь, ты ***. А это правда, что один раз муж таки признался вам, что приставал к вашей дочери, но объяснил это, что он с пьяну просто перепутал? Он вам об этом говорил? Он с ней стягивал одеяло, думаете, что это я, он не займал ее руками. Стягивал одеяло. То есть ваш муж может перепутать, в какой кровати лежит его дочь, а в какой жена? Бью, ***. Ну, деду! Ничего. Ничего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чего ты дошла, ***? Чего ты, тварь, дошла? Я вижу, что ребенка нужно немедленно забрать из семьи. Нать! Нать! Я беду, ***. Зарази тому, декину, декину, ***. Халдевичем. Тварь, ***. А скажи, Нать, это правда, что последний сексуальный контакт с отчимом был в день твоего отъезда к нам на съемки? Так. Оксана, это был день назад. Вашей дочери 15 лет. Ты маме когда-то рассказывала? Вона начинает сама бачила. Сама бачила? Когда он у меня пьяный черт. Я думала, что ты чеплюешься до меня? Вот завтра все и узнаешь, что ты пьянешься. Панзенек! Треба, чтобы кто-то защищал вашу внуку. Но ты жива не веришь. Надя, иди сюда, иди сюда. Мама видела, как он к тебе пристает? Так. И когда она это увидела, она как повела себя? Ни-як. Мы собрались и пошли домой после того, как он уже стал трезвый. Мы вернулись. Вона ему рассказала. Если еще раз так будет, то напиши на него заяву. А еще раз так было? Так. И она видела? Так. И заяву не написала? Нет. Ты своего кобиля можешь привязать? Я как приеду. Ваш муж Оксана, Владимир, утверждает, что очень любит Надю. Да. И готов так же полюбить и вторую вашу дочь, Юлю. Хочу, да, причастливый. Давай. Зиновий Николаевич, я бы хотел буквально пару минут поговорить с ним. Хорошо? Будь ласка. А потом я. Дождай мне слово. Дякую. Владимир Дидович, встречайте. Не знаю, красиво. Люблю ее. А скажите, Оксана вас удовлетворяет как супруга? Да. А скажите, насколько она удовлетворяет вас в сексе? Удовлетворяет. 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 Почему, если вас удовлетворяет жена в сексуальном плане, вы сексуально домогаете своей пачерице? Да, такого нет. А? Нет, конечно. Надя, то так или нет? Да. То есть и накануне, за день до того, как сюда приехать, вы не занимались с ней сексом? Нет. Вот так. Ой, ***. Вот так. Вот теперь получи, май. Все, 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 все. Все, панзирую. Все. Вот так. Все, все, я вас как мужчина понимаю, но... А что, признаешься? Вроде как не было. Вроде как? Не было. Вроде как не было. Согласен. Опа, ***. Смотри, короче. Опа, ***. Смотри, короче. Опа, ***. Нихрена себе, 62 года. Сюда иди, куда ты пошел. Сюда его, ***. Сядь. Иди сюда. Банзенник. Все. Посогласил, ***. Я в кровати даже в дита лягаю, чтобы тебя не трогал. ***. Оксана. Так что, писать заявление будете? Да? ***. Хорошо, тогда я попрошу ручку и бумагу. Ты скриво не видишь. ***. Тихо. Ты покинешь, ***. Ты, разумишь, урод ты, ***. Не я буду. Я тебя не втоплю, ***. Вадимочка, мы готовы. Миш, что Владимир написал? Что Владимир написал? Я такой-то, такой-то совратил и вступил в интимную связь с горской надеждой, которая является моей падчерицей. На момент нашей ***. Что с этим делать дальше? С этим и с материальным доказательством, и с результатами полиграфа, которые, я так понимаю, будут у нас завтра, как ты говорил. Да. Мы обращаемся в управление полиции, регистрируем это в едином реестре досудебных расследований. Дальше ему... Я верю, что вы и дальше будете защищать, как лев, честь, достоинство своих внучек, потому что от родителей, увы, им ждать нечего. Спасибо. Спасибо.